Кто виноват, что вместе не прижились? Об этом супруги могут так и не узнать. Развод из девичьей фамилии Лебес, но именно он является кульминацией некоторых отношений. И судя по статистике, в России количество разводов с каждым годом становится больше. Так, в небольшом городе Леенск-Кузнецкий только за прошлый год случилось 399 разводов на 657 браков. За два месяца текущего года заключено 68 браков и уже зарегистрировано 69 разводов. Большинство парней прожили 5 лет. А говорит это о том, считают психологи, что зачастую сделанный шаг в семейную жизнь необдуманный. Как правило, это происходит от 3 до 6 лет. Что этому может способствовать? Это может способствовать рождение ребенка, это ответственность, это проходит страсть у людей, проходит, как говорится, спадают розовые очки. И вот эти вот проблемы, которые не беспокоили тогда, они начинают накладываться в обычные продуктовые ситуации какие-то. Вторая стадия разводов, как считают психологи, период семейного стажа от 20 до 25 лет. Пустое гнездо, когда дети вырастают, когда родители муж с женой остаются одни, у них проходит вот этот период заботы, они уже не знают, как говорится, чем заняться, еще там вроде как и внуков нет, здесь уже и детей нет и начинают потихоньку отдаляться друг от друга. Порвать отношения никогда не поздно, а вот сохранить их непросто. Это прежде всего большой совместный труд. Не стоит принимать резких решений необдуманно в порыве отрицательных эмоций. Такой серьезный поступок нужно делать с холодной головой. Это просто эмоции, на которых принимается очень много неправильных решений. Поэтому прежде чем принять серьезное решение, а именно о разводе, просто сядьте и подумайте, действительно ли вы готовы расстаться с тем человеком, который стал, предположим, вам был прекрасным мужем, он вам помогал или прекрасной женой, кто родил вам детей, с которым вы делили быт. Кстати, есть серьезные причины, когда не стоит сохранять брак, считают психологи. Первая, когда одна из половин влюбляется. В таких отношениях может возникать раздражение, если их сохранять, эти отношения, может возникать раздражение на вторую половину, и в принципе тогда брак сам по себе рухнет. Вторая причина – это зависимость второго человека, либо зависимость может быть даже обоих. То есть это наркомания, это алкоголизм, это игромания. Здесь, понимаете, здесь если человек не... Если человек сам, зависимый человек, не готов к тому, чтобы выздороветь, чтобы ему помогли, да, его, в принципе, с этого болота тащить очень тяжело. И если его тащить, продолжать, а он не хочет с него вылазить, с этого болота, можно утонуть самому. Поэтому тоже нет смысла сохранять какие-либо отношения. И третья причина, самая веско серьезная причина – это насилие в семье. А есть и такое выражение, как «стерпится, слюбится» или «причина сохранения брака – ребенок». В этом случае лучше задуматься, а стоит ли. Психологи рекомендуют в некоторых случаях на какой-то период времени расстаться. То есть пожить отдельно друг от друга, проверить свои чувства, проверить свои... Скучаешь, не скучаешь, нравится тебе так жить или нет. Такое в практике есть. Но здесь есть риск того, что одной из половин может это понравиться – свобода. И человек просто может начать насыщаться этой свободой и просто заиграться, и все эти отношения действительно могут рухнуть. Что же способно удержать брак тот, что трещит по швам – решает только семейный парень. Но в любом случае в браке необходимо не таить в себе накопленные проблемы, больше разговаривать со своей второй половиной и, конечно, уметь слушать. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.